Всем привет, меня зовут Евгений, я являюсь хирургом-травматологом-ортопедом, действующим кинезиологом, инструктором ЛФК. Сегодня мы с вами поговорим про такую большую часть тела, как тазобедренный сустав. Сейчас очень часто люди обращаются с болями именно в области таза, в области бедра, то есть вот в этом регионе во время ходьбы, во время того, как долго посидели встали, во время того, как проснулись. Это вызывает именно боль в движении, то есть когда нога поднимается и переносится вперед. Вы можете замечать эти людей, хромающих во время движения, то есть на правую либо на левую ногу. Как сделать так, чтобы оздоровить этот комплекс? Я вам сейчас это все покажу. Тазобедренный сустав. Сустав со всех сторон очень плотно укреплен. Основной его стабилизатор – это большая ягодичная мышца, средняя ягодичная мышца, также передняя поверхность бедра, то есть прямая мышца бедра в основном, и приводящие мышцы. Очень часто проблема связана с дисфункцией именно большой ягодичной мышцы. Опять же, образ жизни сидячий постоянно приводит к тому, что мы все время на ней сидим, ее задавливаем, она не кровоснабжается, потихонечку начинает появляться в ней дистрофические явления, она начинает, грубо говоря, усыхать. Ее надо оживить. Что для этого можно использовать? Можем использовать такого рода ролик, который можно найти в любом спортивном магазине. Если же нет возможности найти такого рода ролик, можно взять, наполнить полтора литровую бутылку воды и использовать ее как ролик. Либо все же можно вернуться к обычному теннисному мячику. Мы немножко должны растянуть ягодичную мышцу перед началом работы. Что для этого нужно? Мы выносим ногу вперед, формируем такого рода квадрат, то есть становимся в выпад. Устанавливаем ногу чуть больше кнутри и стараемся лечь животом себе на стопу. Опираемся руками на пол и заводим стопу вперед. Опускаемся на локти, здесь вы четко почувствуете натяжение в ягодице. Если этот вариант вам неудобен, можно сделать таким образом. Усаживаемся на пол, закидываем ногу на ногу в виде четверки и начинаем нижнюю ногу поднимать, натягивая ягодицу слева. То есть доходим до ощущения натяжения и после этого делаем легкие динамические движения таким образом. Качаем. Качаем 10-15 секунд для активации, то есть не надо уходить в статическое натяжение. Мы не улучшаем сейчас именно растяжку свою, а включаем мышцу в работу. То есть даем мозгу понять, что ей пора работать. Для мобилизации мягких тканей именно ягодичной области используем ролик. Каким образом? Усаживаемся на него, закидываем ногу на ногу, приподнимаем ту область, которую хотим раскатать. То есть катаем ту ягодицу, нога которой находится сверху. То есть в данном случае я сейчас буду катать левую ягодицу. Переносим вес на левую ягодицу и начинаем движение вперед-назад. То есть когда мы укатываем ролик вверх, мы доходим до поясничного отдела. Когда мы укатываем ролик вниз, мы доходим до седалищного бугра. Это та косточка, на которой мы сидим. И делаем таких около 8-12 движений. При раскатке, если боль достаточно интенсивная, мы можем колено немножко уменьшить натяжение. То есть колено уменьшить натяжение в ягодице. Таким образом, боль станет немного меньше, если вы чувствуете, что можете больше и еще больше растягивать ее. Аналогично повторяем с другой стороны. Определив самые болезненные участки, берем мячик и устанавливаем его именно в это место. Естественно, снова натянув мышцу. Очень часто бывает болезненные точки находятся прямо около крестца. Поэтому прямо ближе к центру ставим мячик и просто-напросто начинаем вдавливать туда этот мяч собственным весом. Давим до практически полного исчезновения боли. Если боль довольно-таки интенсивная, можем чуть-чуть переподняться на ноге, чтобы уменьшить давление. Можем таким же образом немножко делать вращающие движения, чтобы быстрее разогнать кровь. Перемещаемся на другие точки и работаем точно так же. Работаем около 20-30 секунд, но желательно по ощущениям исчезновения боли. Проработав большую ягодичную мышцу, нужно ее немножко нагрузить, дать ей тренировку. Как это лучше всего сделать? Укладываемся лицом вниз. Руки устанавливаем таким образом, чтобы можно было положить на них лоб. Сгибаем голень 90 градусов, отводим градусов 30 и без подъема таза начинаем поднимать пятку вверх. То есть не таким образом, а именно положив таз полностью на пол, приподнимаем и делаем около 10 таких движений. Большая ягодичная мышца является главным стабилизатором таза. Отсюда и главным стабилизатором тазобедренного сустава. Всегда начинайте работать с нее. Она основная, но не единственная. Еще одна из мышц, которые стабилизируют таз и тазобедренный, это средняя ягодичная мышца, которая располагается таким образом. То есть находим косточку, находим таз, проводим линию. Вот здесь она находится. Здесь и будем работать. Каким образом? Устанавливаем мячик, располагаемся полубоком к нему. Ложимся на локоть, вес полностью давит на мячик. И опираясь на другую ногу, то есть мы можем работать вверх-вниз, уменьшая либо увеличивая давление. Таким образом. Оперлись и начинаем движение делать вниз-вверх, прокатывая именно ту область, которую я сейчас вам указал. Опять же, находим самые болезненные участки. После этого устанавливаем туда мячик и просто собственным весом давим на него. Чтобы ускорить процесс, можно немножко делать такие ротационные движения. То есть круговые вперед-назад, назад-вперед, до практически полного исчезновения боли. Это займет у вас около 20-30 секунд, но работать старайтесь не более минуты, чтобы не остался синяк на этом месте и просто-напросто он потом не стал болеть у вас. Вот. После этого мышцу желательно также подтренировать, дать ей крови, немножко поработать на нее. Что делаем для этого? Ложимся на противоположную сторону таким образом и просто поднимать, начинаем ногу, то есть отводить ее в сторону. Вот таким образом. На раз, на два. На раз, на два. Делаем около 10-12 таких повторений, после чего вы почувствуете ощущение небольшого жжения, прилива крови в эту область. Можно сказать, что 50% стабилизации тазобедренного сустава вы себе уже сделали. Надеюсь, вам были полезны мои советы по оздоровлению и профилактике тазобедренного сустава. Если есть вопросы, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok